Идеальные углы молодости и овал лица навсегда, без глупых упражнений. Как правило, когда к нам приходят пациенты за ортодонатическим лечением, основное желание это исправление положения и смыкание зубов для достижения красивой улыбки и правильной работы челюстной системы. Однако, в процессе ортодонатического лечения каждый человек получает дополнительный бонус, который является немаловажным. Это гармоничный овал лица. В этом видео я расскажу вам о том, как сохранить гармоничный овал лица раз и навсегда. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце наш доктор расскажет вам, почему фейсбилдинг не только не помогает сохранению лица, но и вредит вашей улыбке. Вообще, красота лица с точки зрения медицины определяется по принципу золотого сечения, который был предложен Леонардо да Винчи. По этому принципу лицо можно разделить на три части, верхнюю, среднюю и нижнюю. В идеале они должны быть равны. Если вы заметили, что пропорции вашего лица в высоту не соответствуют друг другу, ставьте лайк. Три части лица. Они разве могут быть идеальными? Они с возрастом потом располагаются. У нас в организме нет ничего стабильного, поэтому, конечно, с возрастом у нас высота нижней трети лица уменьшается за счет стираемости зубов, за счет птоза тканей и опущения мягких тканей. Конечно, с возрастом происходит снижение высоты нижней трети лица. Мы это можем замечать по опущенным уголкам рта, потому что нижняя часть лица становится короче. За очерченность контуров лица отвечают углы молодости. В норме он должен быть равен 100-120 градусам и проходит между нижней челюстью и шеей. Для поддержания мягких тканей лица и мышц необходим скелетный каркас. При неправильном прикусе происходит дисбаланс в работе жевательных мышц. Это сказывается на контурах лица. Их асимметричная работа влияет на объем и контуры мягких тканей лица. Например, в гипертонусе мышцы увеличены в объеме. Это сказывается на форме и очерченности лица. Например, слишком грубые черты лица. Картинка Мадонны. У нее что за проблема? Опущенный уголки рта вследствие не только возраста, но, мне кажется, и выражение лица здесь такое. Она выражает какую-то эмоцию. Например, презрение. Сейчас модно заниматься фейсбилдингом для того, чтобы у вас не поплыли контуры лица. Что же делает фейсбилдинг? Начнем с того, что любые упражнения подразумевают напряжение мышц, а не их расслабление. Не считая массажа. И здесь не про гармоничную работу мышц. В нашей практике мы отмечаем негативные последствия фейсбилдинга. Например, в виде стираемости зубов. В то время как акт жевания – процесс постоянный и бессознательный. И здесь важен фундамент в виде правильного положения зубов и, как следствие, гармоничной работы мышц. Брекеты могут помочь гармонизовать эту работу мышц? Да, целью ортодонтического лечения как раз является нормализация работы мышц за счет правильного распределения жевательной нагрузки. Правильно – это когда вы должны жевать на всех боковых зубах, и передняя группа зубов должна быть максимально разгружена. У многих людей, когда отсутствуют или стираются боковые зубы, идет нагрузка на переднюю группу. Это выражается в стираемости, сколов, атрофии парадонта. Если вы хотите или планируете ортодонтическое лечение на брекетах или лайнерах, или вам нужны другие специалисты в области стоматологии, приходите к нам в клинику Ортолайк. Записывайтесь на прием. Ссылка в описании. При качественном ортодонтическом лечении происходит гармонизация работы мышц. Они начинают работать симметрично, и это приводит к тому, что лицо приобретает более мягкие и в то же время четкие контуры. Как правило, за два года мы исправляем даже сложные случаи. В конце любого ортодонтического лечения идет период ретенции – это удержание полученного результата. Тогда мы фиксируем изнутри проволочку, называется несъемный ретейнер. И также выдаем ночные ретенционные капы, которые удерживают всю ширину прикуса. Если вы носили брекеты, то сколько? И заметили ли вы изменения своего лица? Напишите в комментариях. Многие из вас думают, что два года ношения брекетов – это пытка. Но подумайте, что старение будет отложено на долгие годы.